4 декабря 2020 года. С праздником, дорогие, с введением во храм Пресвятой Богородицы. Как и обещали, мы с Рафаилом честно отправились к месту, которое называется Офель. Это раскопки времён Второго храма и даже раньше. Здесь есть лестница, которая вела на территорию храма. К сожалению, вход в самый археологический парк закрыт. Вы видите, касса за моей спиной. Закрыта, судя по всему, из-за того, что очень мало сейчас желающих посещать это место. Туристов нет, а местные как бы особенно сюда не ходят. Сегодня здесь бармитсва. Сегодня как раз день, когда проводятся бармитсвы. Немножко шумно. Я сейчас вам покажу даже это шествие. Немножко, чтобы удовлетворить ваше любопытство, что это за звуки такие. А потом мы отправимся к тем точкам, откуда можно посмотреть на археологический парк, всё вам рассказать и поговорить о поведении ваше храм, даже не заходя внутрь. Ну что сказать. Бармитсва. Но, правда, вот именно такую форму бармитсвы с процессией, с этному музыкой, это вещь, которая появилась примерно 10-12 лет назад. Раньше такой процедуры просто не было. Я это знаю, потому что у меня тоже бармитсвы было здесь, в Устинной Плаче. Это не обязательно совершить бармитсвы в Устинной Плаче, но в Израиле вот так принято. Бывают эти шествия каждый понедельник, четверг. В субботу это невозможно, потому что по субботам нельзя играть на музыкальных инструментах и так далее. Почему бармитсвы отмечаются в понедельник, четверг или суббота? Это те дни, когда по синагогальных традиции принято в синагогах читать те главы, которые по литургическому календарю соответствуют с определенным днем. Получается, вот этот 13-летний мальчик, который отмечает свой день рождения за этой недели, будет в четверг или понедельник читать Устинной Плаче то зачало, которое полагается в этот день. Что интересно, бармитсва это вхождение мальчика в его религиозную общину. То есть в 13 лет мальчик становится как бы полноправным, взрослым членом своей общины. И здесь можно провести параллель между введением во храм Пресвятой Богородицы. Потому что во всех абсолютно религиях существует какой-то момент вхождения ребенка в жизнь общины. Мы скажем, что, например, у католиков есть понятие первопричастия. У православных исповедь 7 лет – это тоже определенное изменение статуса, скажем так, маленького человека в его религиозное общение, в его церкви. И вот точно так же, хотя для нас это тайна, и мы с вами сейчас об этом и будем говорить, Матерь Божия была введена в храм в трехлетнем возрасте. Проблема в том, что в иудаизме нет никаких традиций, связанных с тем, чтобы приводить девочку в храм или посвящать ее как-то особо Богу, тем более в трехлетнем возрасте. В современном иудаизме есть бат-митсва – 12-летие девочки, которые празднуются так же, как и 13-летие мальчика. Но это скорее новая, новейшая, так сказать, традиция. И во времена Богородиц, во времена земной жизни Христа этого ничего не было. И вот чем же было это введение во храм? Действительно ли оно могло быть? Или правы те скептики, которые говорят, что все-таки это только символ, образ на самом деле. Такого события в реальности быть не могло. Вот об этом всем мы сейчас с вами и поговорим, как только дойдем до тех самых мест, где это событие могло произойти. Ну вот, мы подошли к месту, которое называется Офель. Это самый древний акрополь Иерусалима. То есть здесь есть много слоев раскопок и со времен первого храма Соломонова, и со времен Александра Македонского. Здесь есть раскопки домов первых ветхозаветных священников. Здесь есть раскопки здания, построенного мусульманами в 8 веке административного здания. Вот как раз оно за моей спиной. Раскопки византийского монастыря в честь Матери Божией. Кстати, монастыря для девственниц, для девушек, которые здесь были. И самое-самое главное, что здесь есть, до сих пор сохранились замурованные трехстворчатые ворота хульды. Это был вход в ветхозаветный храм и сохранилась лестница. Лестница, по которой все, без исключения миряне, входили в храм для молитвы. Отдельно был вход, отдельно был выход. Соответственно, лестницы сохранилось две. По одной поднимались, по другой спускались. Вот если мы с вами ищем хоть какое-то место в Иерусалиме, где было введение во храм, то однозначно для того, чтобы попасть на территорию храма, святая праведная Анна, мать Богородицы, вместе с Матерью Божией поднимались вот по этим ступеням. И другого быть не может, потому что это был единственный вход на территорию храмовой горы в то время для молящихся, для мирян. Вот, Рафаэл, некоторые люди, ты знаешь прекрасно, да, даже многие гиды. И весьма люди образованные, грамотные, говорят, что все-таки введение во храм быть не могло. Что не могла девочка жить на территории храма. Я знаю, что есть разные на этот счет теории. Вот давай сейчас мы тебя возьмем в кадр, и ты нам немножко об этом расскажешь. Хорошо. Дело в том, что все предания, которые наша церковь имеет насчет введения во храм, они действительно очень-очень древные. Несмотря на то, что в самой Евангелии это не описано, но Евангелист Луки, тем не менее, он строит очень интересный параллель между тем, что происходит в Ветхом Заветном храме и Благовещением. Помните, как Архангел Гавриил до того, когда он явился Богородицей в Назарете, в Благовещении, он является во святой святых. Когда Захарий там совершает молитву алтаря Кадильного, значит, вся эта связь между Ковчегом Заветом, Ветхим Заветным храмом, Богородицей, воплощением Христово и Благовещением, Рождеством Христово, даже можно найти к этому подтверждение и в Евангелии от Луки особенно. Евангелие от Луки начинается в храме. Там часто рассказывается о храме, там также рассказывают о том, как Иисус Христос, 12-летний, находился в храме и учил в храме. И после Вознесения, как написано в Евангелии от Луки, куда шли все апостоли? Они спустились с Елеонской горы и написано, что они шли, побывали всегда в церкви. В церкви это не означает какая-то церковь, это был храм, в смысле храм, наос, энтонао. И что они там хвалили и благословляли Бога все время. Получается, что несмотря на то, что в канонических Евангелиях это не рассказывается, но в древнейшие наши церковные, литургические традиции, которые также описаны в протеевангелии от Якова, брата Господня, об этом рассказывают. Если это бы все было настолько невероятно, тогда так рано бы не появились бы эти традиции. Более того, я бы не стал говорить, что это не проблема. Это, конечно, проблема. И даже среди, я бы сказал, православных священников, богословок, более такого либерального толка или те, которые серьезно изучали историю, они понимают, что в храм Иродов, и храм, который стоял здесь, был храм Ирода. Такое вряд ли бы могло быть. Тогда как можно это совместить с нашей традицией? Некоторые тогда говорят просто, что это все символ. Так об этом говорит и Антоний Суральский, и другие. Но если, например, человек хочет действительно все буквально принять, что Божья Матерь была воспитана в святая святых, то есть действительно она была введена, есть вот такое предположение, которое хоть, может быть, звучит не очень канонично, но это, что первохристианская община, их основная матрица была не храм Иродов, а другие альтернативные храмы, которые существовали среди, например, общины Кумрана, это те, которые писали свитки Мертвого моря. Это вот такое, это действительно очень, скорее всего, это и есть наши духовные предки. Предки, то есть духовные предки христиан, получается, не в Иродовом храме, и не среди и раввинистического юдаизма. Когда говорят, что наши истоки – это Ветхий Завет, надо понять, какой Ветхий Завет, как его толковали. Так как толковали его раввины, нет, у раввинов нет учения о том, что Дева может быть введена в святая святых. Но если мы сходим из того, что во времена Христова был не только раввинистический юдаизм, а другие типы юдаизма, которые раввины считали неканоничными, это тогда логично. Но это тогда означает, что храм, куда была введена Богородица, был не храм Иродов, а, может быть, какой-то другой храм. Но это действительно предположение, это гипотетично, это уже мое частное мнение, это не что-то, которое вы найдете в проповедях или в других трудах, которые писали, например, святые отцы. Ну а если предположить, что действительно такой альтернативный храм мог существовать, что в иудаизме того времени было некое течение, оно вот наподобие Есеев, который на Мертвом море, которое имело даже свой собственный храм в Иерусалиме, и что об этом храме идет речь, и про Захарию с ангелом Рождества Яны Претечи, и, естественно, про введение во храм. Как ты думаешь, где территориально этот храм мог находиться? Ну, если так, скорее всего, это тогда было на Сионе. Мы знаем, что очень древние традиции связывают гору Сион с Богородицей, и мы знаем, что древнейшие христианские общины находились на Сионе. Мы пока эти места не нашли, по очень простой причине, что на Сионе есть частная территория, католический храм, кладбище, католическое кладбище, православное кладбище, армянский квартал, и эти места археологи так и не нашли. Но у нас есть вполне достоверные исторические сведения, которые говорят о том, что эти протохристианские общины жили на Сионе как раз. Так что это вполне вероятно, что так и было. Хоть я не могу на страшном суде не буду об этом отвечать, это опять гипотетично. Но то, что 100% ясно и для нас очень важно, что до того, когда появился вот этот философский аппарат богословский, который говорит о том, что Христос единосущен с Отцом, о присутствии Божьей в церкви и так далее, как мыслили первые христиане? Они мыслили в категориях храма, в категориях храма Соломонова, не иродового храма, а в категориях храма Соломонова. Иисус Христос – это храм Божий, который вселился в нас. Вот об этом и Иоанн Богослов пишет. То есть, чтобы понять вообще богословие святого Иоанна Богослова и книга Откровения, Апокалипсис. Апокалипсис – это не книга о политике, это не книга о политике или о геополитике. И даже эсхатология – это, скорее всего, эсхатология – это учение о конец времен, это, скорее всего, даже учение о внутреннем состоянии. Реализация благодати Божией на земле – это не обязательно трактат о том, как надо обстроить политическую жизнь и где будет стоять армия Антихриста, где будет армия Христова с хоругвами. Это, скорее всего, все на самом деле более тонко и более внутренне, на мой взгляд. Так что до того, когда были вселенские наши соборы и весь этот замечательный философский аристотелический аппарат, который освоили христиан, наше богословие было именно связано с древнейшими традициями храма. Так что с этой точки зрения храм, святая святых – это место, где Бог рождается. Как он рождается? От девы. Так что я вполне уверен, что учение о том, что дева рождает сына – это древнейшая вера Израиля. Это не какое-то влияние от язычников, которое мы получили, а что так же, как говорит Исаия, пророк, «Се вам, да, вот знамени, а знамени – это как раз все девы зачнете родить сына и назовем его Имануил». Что такое Имануил? С нами Бог. Первые христиане не думали в категориях «усия» или «иперусия», или, я не знаю, «омоусия», или вот все эти как бы сложные греческие вещи. Это едина сущность. «Усия» – это сущность. Слово «сущность» мы так и не встречаемся в Библии, но слово «храм», слово «Имануил», то есть «с нами Бог» – это вполне древнейшее наше церковное предание, которое исходит, на мой взгляд, к глубокой древности иерусалимской. Почему Рафаэл называет его Иродовым? Потому что Ирод был последним, кто перестраивал храм. Мы с вами говорим, что храма было два – храм Соломонов и храм второй, который построили Ездра и Наиме после возвращения из Вавилонского плена на месте разрушенного Соломонова храма. На самом деле, фактически, их было три, потому что Ирод Великий незадолго до Рождества Христова храм решил перестроить и фактически его построил заново, можно сказать, превратив его действительно в очень красивое здание. Это было действительно как восьмое чудо света. И вот поэтому так Рафаэл называет. А отношение в народе к этому Иродовому храму, особенно у тех, кто были действительно очень глубоко верующими, ожидали пришествия Мессии, старались жить правильно. Отношение к этому храму было очень-очень подозрительным и неоднозначным, поскольку Ирода очень не любили за целый ряд его преступлений. Мы с вами знаем, что это был царь кровавый, царь очень жестокий, это был настоящий тиран. И его также любовь к пирам, к кульбищам, к всевозможным развлечениям никак не делала его духовным лидером или духовно уважаемым в народе царем. Это действительно к Ироду относились плохо, короче, верующие люди. И поэтому храм, построенный им, доверия не вызывал. Вот назовем вещи честно своими именами. Соответственно, вот эта теория о том, что мог быть альтернативный храм, и что священник Захарий, соответственно, служил не в этом ветхозаветном храме, который стоял здесь, на Храмовой горе, а в другом, на Сионе, эта теория есть. Ее поддерживает целый ряд весьма-весьма уважаемых, и притом православных ученых. Так что это такие новейшие размышления. Но, опять же, доказательств нет. Ну, а раз доказательств нет, то мы перелезаем через забор и по раскопкам отправляемся с вами к традиционному месту введения во храм Божьей Матери. Вот уже впереди трехстворчатые ворота Хульды, вход на территорию Храмовой горы времен Христа. Мы с вами идем по узкой улочке между древними зданиями Византийского монастыря. Вот этим ступенем около двух тысяч лет, а кто знает, может быть, даже и больше. И подходим мы с вами к той части лестницы, которая уже ведет нас ко входу. Во времена Божьей Матери подъем начинался еще гораздо ниже, из нижнего города, из нижнего Иерусалима, Иерусалима времен Давида. Я скоро вам его покажу. А пока вот эта лестница, лестница, по которой праведная Анна поднималась вместе с Божьей Матерью на территорию храма. Вот здесь сделали такую штучку интересную. Мы можем с вами посмотреть, как это могло выглядеть в то время. Вот через эти ворота, под туннелем люди попадали уже дальше на территорию Храмовой горы и в свои дворы, в мужской двор, женский двор и так далее. В таком месте больше всего хочется почитать фрагменты введения во храм Божьей Матери из протеевангелия от Иакова. «Шли месяцы за месяцами, и исполнилось ребенку два года. И сказал Иаким, отведем ее во храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар ему неугоден. И сказала Анна, дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не стал искать отца или мать. И сказал Иаким, дождемся. И вот исполнилось ребенку три года. И сказал Иаким, позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял ее, и поцеловав, дал благословение, сказав, «Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление». И посадил ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из руки ангела». Если мы захотим представить себе, что здесь осталось от времен Божьей Матери, то ответ будет однозначным. Вот эти камни в основании стены. Эти камни от времен второго храма. И этот вид, вот там внизу находился древний Иерусалим времен Давида, и там как раз-таки начинался подъем вот по этой лестнице к храму. Ну а сейчас мы видим с вами ступени, которых касались ноги Господа нашего Иисуса Христа и Божьей Матери. Это выход с территории храмовой горы, но здесь сохранились более всего древние ступени. Обратите внимание, как интересно они были устроены. Две ступеньки маленьких, одна широкая. Это было сделано нарочно, чтобы когда толпы поднимались или спускались с храмовой горы во время праздников, люди не спотыкались, не падали друг на друга. Удивительные ступени. Конечно же, к ним нужно прикладываться обязательно, если вы посещаете это место. А вот и стена мечети Алякса. Кстати, именно она считается местом, где, возможно, был этот приют для девочек на территории храмовой горы. Впереди виднеется Маслечная гора, гора Илеон. Мы с вами идем посмотреть древние миквы. Дело в том, что перед посещением храма обязательно нужно было совершить полное погружение в воду проточную, то есть очистительную такую вот ванну принять. И вот эти древние миквы, которые питались водой из источников, сохранились. И, как вы видите, даже до сих пор одна из них наполняется водой. И вот в таких миквах омывались все приходившие в храм, в храм по очереди спускаясь и таким образом подготавливаясь, очищаясь перед посещением храма. Введение Матери Божией во храм и само пребывание ее в храме окутано тайной. Мы знаем только то немногое, что сообщает нам церковное предание. Где, например, Богородица жила? В самом храме этого быть не могло. Скорее всего, она жила на территории храма, и там существовал приют для девочек-сирот из священнических родов. Так полагают некоторые ученые. А вот как могла девочка быть введена в святая святых, остается совершенно непонятным. Давайте попробуем порассуждать на эту тему. Вот насчет введения в святая святых, что тоже кажется фантастическим и невероятным, ведь в святая святых храма, во внутреннюю часть храма, где хранился ковчег Завета, и в нем находились скрижали с десятью заповедями Моисеевыми, а также горшочек с манной и трость Аарона, входить туда мог только первосвященник и только раз в году. Почему? Потому что над крышкой ковчега постоянным было присутствие Божие. То есть в святая святых постоянно присутствовал Господь. И в присутствие Божие мог входить только первосвященник только в Йом-Кипур, день очищения, когда весь народ приносил покаяние в грехах. Священник мог войти для того, чтобы окропить святая святых кровью жертвенного животного, специально для этого закалывая его. И вот, конечно же, если священник входил туда, в святая святых, в нечистоте, он падал, умирал, и для того, чтобы его тело извлечь из святая святых, предусмотрительно заранее его обвязывали веревкой. А на облачении первосвященника были бубенчики. И вот если звон от его движения прекращался, то тогда священники понимали, через какое-то время, раз он не выходит, и звуков нет от его перемещений, звона бубенчиков, значит, он умер. И тогда за веревку его вытягивали, потому что никто, никто не осмеливался войти в святая святых, даже другие священники, только первосвященник и только один раз в году. Соответственно, представить себе, как было введение во храм, можно только, если мы представим себе вмешательство, сильное вмешательство, силы Божьей. Первосвященник видит девочку, которая приходит в храм, как положено было тогда и как написано. Об этом, кстати, опять же, в протоевангелии от Иакова описан такой обычай, тоже это очень странно, и поэтому и предполагаю, что все-таки это был другой храм, альтернативный. Девы со всего квартала, со всего района, где они жили, сопровождали ее в храм с горящими светильниками. То есть действительно ее вели как невесту к жениху. Свадебный обряд в Палестине тоже предполагал, девы сопровождали с горящими светильниками невесту по дороге в дом жениха, где будет потом брачный пир, и где она уже останется жить. И вот они подходят к храму, и вот первосвященник, встретив ее во дворе, духом почувствовал, что она должна идти за ним, святая святых, при том в неурочный день, в неположенное время. Это действительно могло быть только по наитию, по духовному озарению, больше никак. И вот, наверное, остальные священники даже попытались его остановить, что-то крикнули, может быть, в страхе, отступили, и они видят чудо. Он входит с девочкой, с этой в святая святых, и абсолютно живыми и здоровыми оба выходят обратно. И вот здесь священники могли понять, да, значит, первосвященнику было видение, озарение, вразумление. Он это сделал по наитию благодати Божией, по наитию Духа Святаго, и поэтому болезненно совершенно вышел обратно. И, возможно, это хранили священники потом в тайне, для того, чтобы не смущать народ, для того, чтобы не подвергнуться осуждению. Они, наверное, хранили это в тайне, как какое-то видение, откровение, которое они видели от Бога. Видимо, они присматривались, видимо, даже, может быть, кто-то подозревал, что не она ли, мать Мессии будет долгожданного. Ну что, попрошаемся? Мои дорогие, от стен Древнего Иерусалима, от места, где когда-то Матерь Божия, Спаситель входили в ветхозаветный храм, на территорию храма, мы прощаемся с вами. Мы еще раз поздравляем всех с праздником, обещаем выходить в эфир так можно чаще. Субтитры подогнал «Симон»